Тема подвигла на вот эту главу, такую тему подняться о власти мужской и духовной. Я начал как-то сам себе размышлять. Очень большая тема. Я что-то смогу сказать, что-то нет. Вот я святок Торы с одного сайта скачал и посмотрел цены. Там со скидки всего лишь 13 999 долларов. Очень дешево. Вот. Силы Докторы. Да, поэтому... 14. 13 999. Это со скидкой. А без скидки еще дороже. Хорошо. Откроем из написания. Итак, то, что Сергей читал, я немного вот здесь, ну, тут тоже Сергей уже очень много сказал, да, что-то были элитные общества и так далее. Но вы знаете, вот я хочу здесь увидеть, ну, увидел такой один момент, вот, когда они пришли и сказали, все общество, все святости, где и Господь. Это тоже вот в этом вопросе, если взять на современный лад, можно увидеть теологию замещения, что теология замещения до сих пор, к сожалению, не везде, но она присутствует, что церковь заменила Израиль. И вот смотрите, то есть в чем она выражается? Все святы, все избраны. Что тут Израиль выскочил уже? Уже все, уже Новый Завет, уже все святы, все избраны среди всех Господь. Понятно, что, ну, как бы, Бог избирает каждого, да, с одной стороны все избраны, но есть избрание, как вот в случае с Моши и Аароном, которое чуть повыше, в плане какого-то, что Бог избрал Израиль, и никакой человек не может оспорить, как это, избрание Божие. Так Бог решил. И Бог их объясняет, что Он это сделал не по причине каких-то заслуг Израиля, потому что Он так решил. И вот это Израиль, она вечно. Вот, и поэтому вот где-то и ссылается еще одна ссылка есть на послание 1-2 Петра, не помню, кажется, в 1-м послании Петра там тоже написано, что вырвут избраны царство и священство. Но, они говорят, вот это к нам относится. С одной стороны, и да, и нет. Но, как бы, священники по Новому Завету, в принципе, все. И муж священник в семье. Если жена осталась, а не у нее дети, она тоже священник, с одной стороны. Но, Петр пишет двенадцати коленом, рассеянным израилем, среди народов. То есть, он пишет израильцанам и им говорит. Понятно, что, ну, и церковь в это входит, но все равно есть избрание Израиля, избрание церкви. И некоторые вещи, они отличаются, как они здесь отличались. Поэтому, вот, ну, я вызвал такое отступление, что, в принципе, говорят, и сейчас там все святы, чтобы евреи тут выскочили. Вот, хорошо. У меня следующий вопрос. Для чего дана вообще власть? Для дисциплины. Зачем она? Волью в Божью проводила. Волью в Божью проводила. Волью в Божью. Понятно. Ну, правда. Вот, вы знаете, я вот замечал, я не знаю, вы, наверное, сталкивались. Может быть. Ну, не всегда, но вот, у меня это просто замечало. Когда я был в КОЖ, в эти самые, генеральным директором СИМАШ, ну, и замгенерального, то есть, я вот на фирме, у нас там было. Сделяют власть, но, ну, чувствуется как-то, все-таки передается вот эта сама власть, грубо говоря, да? Не помазание. Ну, не знаю, как помазание, но все-таки человек, который наделен властью, это... Духовный. Видно, да? Когда милиционер передавит документы, ты же не будешь, чтобы он человек, он как-то, он, как это... Ему это поручено, да? И в любой дом он может зайти, там, для проверки, грубо говоря, там. Если гаишник оставали, то у него есть, на этом, власть. И ты остановишься. Если мне кто-то рукой будет махать палкой, я же не остановлюсь, правильно? То есть, в власти равно, она, вот, имеет... Структура власти. Структура, да, то есть, и вот... Имеет силу. Имеет силу, то есть, да, власть имеет силу. Хотя, бывает так, что человек, который наделен власть, он, может, и не такой умный, и не так умеет делать много чего, как у него есть власти. И уже вот эта позиция власти, вот, ставит его в положение, ну, наделенного полномочия. Вот. И в Писании Шауль, он очень нормально так передает, для чего дана власть. Он пишет послание римлянам, вот, и он говорит, для чего дана власть. Кто сидит? Каждый из вас должен быть послушан руководящим властям, поскольку нет власти, которая не была бы от Бога, а существующие власти были установлены Богом. Итак, о чем это говорит? Это не говорит о том, что мы должны всем повиноваться, но Бог установил, есть такое понятие, институт власти. Ну, слушайте, не было бы власти, не было бы порядка. Ну, обычно. Каждая, была бы анархия. Один говорит, я тут король, другой говорит, я тут такой порядок, третий такой. Бог и боли друг друга. Да, то есть, ну, было бы непонятно что, и можно было бы вообще потеряться. Поэтому есть понятие институт власти. То есть Бог, как тот, кто обладает всей полнотой власти, передал своему творению, в том числе и власть. И вот есть понятие институт власти. Институт власти. Опять-таки, люди, которые занимают вот эту нишу, там уже все зависит от человека. Но с большего, представите, тут, по сути, написана, ну, такая идеальная структура. Почему? Всякий, кто противит правилостям, противится тому, что установил Бог, а противящиеся навлекут на себя осуждение. Ведь правители страшны не для тех, кто поступает правильно, но для тех, кто поступает правильно. То есть, тут власть описывается правильно. То есть, человек, власть имеющий, он смотрит за порядком, который установил Господь Бог. Ну, хоть и государство не боится человек подлеченного властью, ну, делай. То есть, если человек, например, ничего не совершил, человек боится милиции. Если человек платит налоги, чего он боится налога? Правильно? Все. То есть, и вот эти вот законодатели, они, ну, могут спросить, как там у вас, вы платите налоги, или посмотреть, и ты скажешь, да, вот я, вот работаю, все. И поэтому, ну, это как примеры, правители страшны для тех, кто приступает в закон. Вот это правильная власть. Делай добро, и ты сможешь одобрение, но если делаешь зло, бойся, потому что не напрасно в руке его власть меча, так как он, Боже, слуга, чтобы наказывать делающий зло. В руке власть меча. То есть, в начальство у них есть власть, вот это как власть, ну, не то, что карающая, но, с одной стороны, карающая и так, которая уполномачивает, чтобы был порядок, чтобы был порядок. Появиваться же следует не только если страх о наказании, ну, многие, да, заискиваются, чтобы они боятся наказания, ну, и ради собственной совести. То есть, если человек живет правильно, чего в нем вообще кого-то бояться? Ну, если твоя совесть, как говорится, не обличает. Потому вы и платите налоги, ибо власть – это должностные лица от Бога, постоянно исполняющие свои обязанности. Опять-таки, я тут хочу подчеркнуть, говорит о правильной власти, которая пользуется правильными лицами и полномочиями. Вы уплачиваете всем, кому вы должны. Если должны сборщику налогов, уплачивайте свои налоги. Если вы должны сборщику таможенных сборов, уплачивайте таможенный сбор. Если кому-то вы должны уважение, уплачивайте уважение. Если кому-то должны почесть, то выплачивайте почесть. Ну, таможенный сбор на этой неделе там с Беларуси в Польшу ехал мужчина за машиной 45 тысяч долларов внос и раздал этим. Ну, кто с ним ехал, явно, пассажиров. Ну, а не захотел их, то есть, как это, по закону, если ты везешь свыше 10 тысяч долларов, ты должен их задекларировать. Вот он не решил, а таможенники раскрутили этих всех ребят, откуда у вас 10 тысяч долларов, тебе сказали, вот это дал. Ну, а не по правде, по-вобще, самому сказали. Ну, вообще, ни к чему. А если бы ты задекларировал, ну, заплатил бы ты какую-то часть. Но зато ты не боишься, понимаете? И вот эта хитрость... Ну, глупому деньги, да, зачем? Чужому человеку дать 10 тысяч. А? Тогда же заплатить не надо? Ну, вот, представьте, просто задекларировал. А так он лишился, я не знаю, сколько там, чего. Я не вдавался, это был штраф. Там вроде... Я не знаю, как. Ну, я к чему, что если ты живешь по правде, тебе нечего бояться. Вот и все. Ну, если тебе ты знаешь, что ты не обманываешь, то вот эта власть, она будет за тебя. Если ты начинаешь делать вот это вот, то есть вы должны оплачивать налоги. Будь добр, оплати. Если ты, да, спи спокойно даже поговорю. Если ты... Хотя, да, сейчас, конечно, налогом мы платим более, очень много. Но, с другой стороны, ну, мы живем в такой стране. Кто-то хочет есть другое, там, ищи что-то. Вот. Поэтому, и помните, Ищуа сказал, когда мы принесли, он говорит, чей монетка, чей обтонулись вам кесарю, то, что вы должны кесарю, отдавайте кесарю, а то, что вы должны Богу, отдавайте Богу. Вот. Но, конечно же, что я хочу сказать, то, что интересно, Ихард Вольбрам, это еврей верующий пишу, он 14 лет отсидел в тюрьме в Румынии за то, что он в Библии распространял. Вот. И он сказал, что власть коммунистической Румынии, она достойна, чтобы не дали пинка ниже пояса. Но, сказал он, бывает, что все равно таких чиновников следует любить, поскольку они сотворены по образу Божьему, и мы должны, ну, Ищуа же умер за всех, из-за плохих, из-за хороших, и мы должны любить. И в иудаизме есть такое понятие, дина, димал, кута, дина. Закон царства – это закон. То есть они говорят в чем? Если вы живете в этой стране, вы должны, для вас закон – это как закон царства, вы должны его исполнять. Понятно, что если этот закон не противоречит Библии. Вот. То есть помните, когда первым посланникам сказали, вы не должны распространять, говорите, и что? Они сказали, кто вы такие? Мы не можем вам повиноваться. Вот. Но собой стоит власть. То есть когда есть власть, которая должна соблюдать закон. Законность, и она следит за то, чтобы эта законность исполнялась. Притча тут откроет. Если царь судит бедных по правде, то престол его всегда утвердится. Очень хорошая притча. И мы знаем, что если царь не судит по правде, то таких царей потом даже из гробниц вышвыривали, да, их кости. Вот. И это одна сторона. То есть это так должно быть, но мы живем в мире, который не идеален. И два места в Писании. Одно. Иеремия, которую мы сейчас считаем, вот он говорит, слушайте слово, которое Господь говорит вам в Дом Израиле. Так говорит Господь, не учитесь пульцами истечниками, и страшитесь знамений небесных, которые истечники страшатся. Ибо уставы народов – пустота. Он говорит, что вот эти уставы, которые они придумывают, то они не имеют силы. То есть у них чего-то не хватает. И помните, когда ученики Ишуа, то, видимо, они спорить начали, да, кто постарше, как он в главе Сороха, да, кому где там сидеть, Ишуа подозвал и сказал, вы знаете, что убои у язычников правителей становятся тиранами, а их начальники диктаторами. У вас так не должно быть, наоборот. Всякий из вас, кто хочет быть лидером, должен стать вам слугой, а кто хочет быть первым, должен стать вашим врагом. Ишуа сказал, что, слушайте, вот у этих товарищей язычников, у них в итоге правители тирана, начальники диктатора, даже когда был Ишуа, был такой Цезарь, да, Цезарь – это же был титул царей. И Цезарь – это был царь, который, по сути, делал все, что он хотел. И он, как бы, считал себя «богом», в кавычках. Вот. И мы знаем, что, к чему это вылилось, да. То есть это, вот они и были. И, к сожалению, сейчас не всегда власти, которые должны делать то, что они должны делать, они это не делают. Я хочу рассказать, как бы, сузить вот про власти и поговорить про той местности, где мы живем. Еще, начиная с времен Петра Первого, помните, знаете, какой был указ Петр Первый, 1700 в каком-то году там написал? Подчиненный, перед лицом начальствующего, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство. Иными словами, такая потом была поговорка «я начальник, ты дурак». И до сих пор, вот если взять нашу, ну, у нас совсем по-другому работают власти, чем на Западе. И Сергей, вот два шаббата, да, интересуют эти мысли, говорит, что при Израиле коммунизм был, и там все равно все плохо. И во времена судей, там же, времена судей это циклическое время. Приходят судьи, народ грешит, Бог посылает наказание, народ выбьет к Богу, приходит судья. А судья всегда, вот мы читаем в истории, это были очень глубоко верующие люди, как и Моша. Приходит судья, наводит порядок, народ перестает, ну, Бог убирает врагов, благодаря этому судье. И потом опять время хорошо живем, опять начинается ропот, грех, и история повторяется. Вот. И поэтому, к сожалению, вот эта власть, которая была циократической, даже в этом, потом, что народ Израиля сказал, нам нужен царь. Но даже в этом, Бог сказал, хорошо, я дам вам царю, но у царя есть обязанности. Какие у царя были обязанности? Не умножать коней, золотом, макошон, и это самое, переписать книгу закона. Вот это он должен был, собственноручно, вообще должен был быть готовым переписать и исполнять. И всегда была во власти, были удерживающие механизмы. У царя Израильского были пророки и священники. И если царь начинал залазить, ему приходил либо пророк и говорил, дружище, и заплодился, либо священник. И он говорит, я твою жертву не приму, потому что ты это. И, в принципе, даже вот в разных странах есть эти механизмы. Но если они не работают, то тут беда. В общине, Ешова сказал, что мы... Верни там, где он говорит, про... Римлянам. Нет, следующую, верни. Вот. В общине должна быть другая структура власти. Ешовый для вас, кто хочет быть лидером, должен быть слугоем, кто хочет быть лидером, должен стать вашим рабом. То есть он и с вертикали, и делает горизонталь. С одной стороны, вроде бы, все нормально. Ну вот, присмотреться... Ну, возьмем... Ну вот я тоже размышлял. Католицизм. У католиков там есть папа, который считается... Ну... Как? Наместником Бога. Ну, наместником Бога не может считаться, да? Вот. То есть, понятно, я говорю про... Ну, нельзя говорить обобщать все. Ну, вот я говорю про... Как это их... Политику, да? Понятно, что и в православных церквях, и в католических есть масса здравых батюшек или там настоятелей храма, которые, если не верят в Бога, и люди, которые ходят, тоже если не верят в Бога. Ну, сама система, вот, правление, вот она вызывает уже вопросы. То есть, из горизонтали в общине. Это понятно, что все-таки руководитель общины, там, пастор, епископ, он имеет власть, да? Но, с другой стороны, эта власть не вот такая, я начальник и дурак, а все-таки она с большего, ну, рекламентируема и больше напоминает служением, да? Да. И вот, ну, даже пример у католиков, буквально позавчера, у геймеров появился свой покровитель святой, ну, тех, кто в компьютере играет, ну, с компьютерами. Ватикан канонизирует Карла Аркутиса, который умер в 2006 году от Лиги Ми, там, чтобы был этот человек канонизирован, он должен, ну, как бы, вести нормальную жизнь, негрешную, и должны быть чудеса с его именем связаны. Так вот, этот Карл Аркутис, он в жизни помогал, он был геймером компьютерным и гиком, я не знаю, кто такой гик, что он там делает, компьютерным гиком. В общем, он помогал бездомным, беднякам и прислуживал в храме, и собирался стать священником. И поводом для канонизации стало два чуда, которые признала католическая цепь. То есть первое чудо. Бразильский мальчик вылечился от прочтенного заболевания после того, как его мать помолилась этому Акутису. Судя Богу. Вот она помогилась, и мальчик исцелился. И второе. Девочка побыла на его могиле и тоже получила исцеление. И вот он уже святой. То есть представьте, насколько язычество даже здесь, в этих сферах, рулит. Что касается православных, православная церковь с 43-го года, кажется, официально ей управляет комитет госбезопасности. Ну, это факты. Она была очень взят... Я уж возьму пример с помазанниками, да. Когда в церкви стали вот это... Ну, это нету среди баптистов-пятидесятников, но широко распространено среди харизматов помазанники, да. То есть, если ты говоришь... Ну, не только, кстати, у них вообще критика, к сожалению... Ну, есть правильная критика, поймите, да. Я даже знал случаи, когда в церкви люди критиковали пасторов. И было за что, ну, я на него... Конструктивная критика. Так вот, этих людей сразу же причисляли к клику бунтовщиков, их отлучали, звонили всем и говорили, вот этих не брать, бунтови. Представьте, вот это неправильное положение руководителей общины. А вообще, в притчах как написано, что он мудрый, когда его критикуют, что он сделает? Ну, послушай, ты сказал, ну, я же и конструктивный, человек же не идеальный. Правильно, он может где-то допускать ошибки, он может где-то заблуждаться. И если мы люди приходят и говорят, слушай, ну, вот, мы видим, вот, по Писанию вот так, вот так, то, по идее, мудрый, он должен что делать? Меняться. Меняться. А у нас есть такое, ну, не везде опять я даже говорю, но, когда ты руку на помазанника, есть целое учение, что если ты на помазанника поднял руку, то тебе грозит, Бог с тобой очень сильно разберется. И берется пример Давида и Саула. Но вот в этом примере большая есть теологическая ошибка у этих людей. Давид был помазан Богом на царство и Саулом. Но Давид сказал, что я, раз меня Бог помазал на царство, то Бог меня и поставит. Я на Саула руку свою не подниму. Он же тоже помазан. То есть, если Бог это хочет, то вам это, Сергей, кстати, интересно сказал, да, что если Бог вас к чему-то призвал, я очень часто слышал, мне в церкви, мне не дают состояться. Вот эти вот люди, слушай, если тебя Бог к чему-то призвал, то ты состоишься. Но не путем Кореи. Вот. Но с другой стороны, это одна сторона. Второе, помазанник в Библии относится в Новом Завете сейчас только к Ишоу. В Писании было три вида помазанников. Помните, цари, на ком был Ирей помазание? На царя, на пророка и на священника. И тот, он даже не на всех, первосвященник и его колено народом. Все, Ишоа, когда пришел, он вот это помазанничество взял на себя, он стал пророком, он был пророком, он стал первосвященником, да, и он стал царем, ну, в будущем, он будет царством, да. И поэтому, когда Иоанн пишет, что есть только один Христос, помазанником, да, остальные все лжепомазанники, когда пастора называют у нас помазанником, ну, он берет власть и шел на себя, он не может быть Христом. Христос один носит, да, поэтому это все лжепомазанники. И, к сожалению, современное христос пистолет вот этими скандалами, финансовыми махинациями, сексуальными и так далее и тому подобное, и все это имеет место. И, к сожалению, никто не хочет признавать это. Ну, например, такие большие скандалы, когда церковь Хилсон, даже, кстати, спрашиваю, многие перестали петь церковь Хилсон. У вас появились? Вот перестали, раньше пели. А вот все, я так думаю, тоже это скандалы. Оказывается, вот этот, который основатель церковь Хилсон, его сейчас подозревают в измене жены. В Америке эта церковь со скандалами, там тоже этот пастор, там снят фильм про него. А папа вот этого основателя, он был в Австралии пятидесятнической общины епископов. И доказан факт, что епископа знали, что он спит с маленькими, с подростками, вот, и покрывали. И потом просто эти жертвы начали говорить, ну, я говорю, в западном мире просто это... А у нас сейчас-то, я даже вот узнал, что у нас с одной церкви тоже выбрали его зама прямо со служения, якобы он там что-то не то сказал на пастора. Прямо со служения он ушел. Вот, хотя он столько лет поднимал его в общину и так далее. Вот, и, вот, поймите. И поэтому, должен быть, конечно же, ну, бывают перегибы, но мы должны все-таки эту золотую середину следить. Очень часто я замечал, особенно, когда люди вращаются только в церкви, вот даже Ешова, он же пришел... Ешова пришел, и он, как это, он был в обществе. Ну, то есть, его интересовали нужды людей. Ну, вот, он приходил в город, что вот это, вот это... Сейчас иногда смотришь, когда, особенно, если церковь более-менее большая, то верхушка, она вообще не знает, чем живут люди. Потому что, вот, лидерские конференции и так далее, и тому подобное, он вообще... Я вообще иногда смотрю на некоторые... Вот, там какое-то сектарство просветает. Серьезно. Потому что, все, что не по нам, это все ересь и так далее. Плюс, я говорю, у нас, вот, слово политика, это как это, чем меня. Хотя, к политике, это же не относится... Вот, очень часто окружается какими людьми? Пристащими словами. Вот. Важно иметь, принимать критику. Вот. Ну, кстати, у нас в области тоже не любят, когда я критикую. Вот, хотя это правильно, да. Любое общество, где критика убирается, это деградация. Всегда. Предприятия и так далее... Если предприятиям нет в инновации, ничего нового, то что это предприятие? Загнивает. У нас большинство предприятий не конкурентоспособны. Почему? Потому что там старая стратегия, ничего нового нам не надо и так далее и тому подобное. В христианстве то же самое. Надо уметь смотреть, ну, не то, что идти в ногу со временем, но понятно, если общество меняется, чтобы его достичь, нужно самим тоже меняться. Шауль, помнится, он говорил, я, как это, я могу и с теми, и с теми, и с теми, но сам как-то я для... Подзакон был как не имеющий закона, а это, это, но сам я оставался в рамках Торы. Но чтобы достичь человека, я мог где-то, как это, войти в его положение. И вот это важно, а не так. Вот у нас так заведено, ага, да ты такая сякая, или ты такой сякой, ты вот против нас идешь. Да нет, у человека бывает разная, как это, ну, жизненная ситуация. Как тоже нам рассказывали, там у сестры мать заболела, а ее, говорит, ты... Она говорит, мне нужно мать посещать, и ей говорят, слушай, ты должна тут служить. Она говорит, я не могу. Ну, так ты уже не дала церковь. Мать у человека больной, то есть войдите в положение. Ну, примеров масса. Вот. И поэтому, к сожалению, власть не всегда, что мирская власть, что церковь не всегда используется правильно. Да. И самое обидное, что нету признания ошибок. Почему? Что там, что там. Вот, вот это, понимаете, если ты уже, ну, попроси прощения, бомжа простите, люди могут простить. Правильно? Вот. То есть, понятие простить, и вот, к сожалению, не всегда люди вверху, они, вот, не хотят быть гибкими в этих вопросах. Вот, даже если взять у нас, большинство людей, которые ушли из церкви, но есть, которые по причине греха, но большинство ушли по причине непонимания вверху. Либо зажимания гаек, либо неприятия и так далее. И люди, и вот самое обидное, что всегда защищают священников, ну, в нашем случае бывает, да, пасторов, потому что уже помазан, уже такое служение, а ты вот, холоп или холоп, как ты посмело перст. И вот эти люди, а Бог же их больше любит, чем вот этих. И Бог за них спросит. В общем, проблема. У нас, вот этих обиженных, их, знаете, как это, мы дальше движемся, как там, караван идет. Собаки лаят. Собаки лаят и так далее. Но на самом деле, и очень много людей потеряли именно из-за неправильного лидерства. Неправильного лидерства. Вот. Неумение... Понятно, что, ну, это не значит, что вся критика, ты должен со всеми соглашаться. Но, как это, ну, можно сказать нет по-разному, да, можно сказать нет, ну, у нас так принято, а можно сказать, ну, ты что, как ты смеешь, ты такой сякой или ты такая сякая, Бог тебя докажет. Вот. И поэтому, к сожалению, власть, вот, штука тяжелая и умение... Вы знаете, для меня, лично для меня уже последний, для меня пример идеальной власти. Ну, это идеально. Там два человека, вроде, в Писании, которые, ну, кроме Ишова, исполнили это, ну, навскидку вспоминаю пророка Шамуэля Самуила. Вы помните, когда они попросили царя, он собрал весь Израиль и говорит, у кого из вас я там обидел, забрал козу, ну, короче, и воспользовался своим положением. Будем с вами судиться. И никто не смог ему сказать, я считаю, для руководителя, любой, вот это главный, знаете, как это вот, в конце там служения или своего пути ты собрался и говорит, вот, ну, без обид там велел, есть претензии? То есть, есть претензии, потому что можно же надумать. И вот, вот, вот это считаю, знаете, вот, да, потому что власти имущие сейчас могут сами, ну, одно говорить, ну, у нас вообще люди говорят, да, а вот претензии после смерти представляет очень много, да. Сталина хвалили, хвалили, а умер, тут же проклинали. Тут же на его и до жизни проклинали. Ну, сейчас, правда, опять пытаются. Кстати, сегодня новость проскочила.